Начнем с него. Как сделать так, чтобы письма от компании не попадали в промо-акции, в спам? И, в общем, вот на этом как бы и остановились на просе. По поводу промо-акции. Если это про Gmail, то это невозможно. То есть, если мы пишем, Gmail определяет автоматически, что мы отправляем рассылку из какого-то массового сервиса рассылщика. Она подписана заголовками техническими, которые называются, ну, я сильно в технические детали не буду углубляться, потому что, наверное, давайте так, если вы захотите в них углубиться, вы потом мне просто об этом скажете в конце, и я вам какие-то материалы над тем дам. Но, в общем, когда мы начинаем отправлять рассылку, мы, как минимум, подписываем свой домен и адреса, с которых мы отправляем IP-адреса, где мы на записи, мисплимы, декитаем. Таким это ключ, который принадлежит уникальному домену. Мы в почтовой платформе этим ключом показываем, что только мы с нашего домена можем отправлять рассылки, и только мы имеем на это право. То есть, иначе бы с разных доменов моей компании кто-то мог отправлять все что угодно. И когда вам как бы отлично все, все хорошо, наши рассылки пропускаются. Вы, безусловно, можете взять адрес e-mail.soldiers.ru и с него начать отправлять, но у вас не будет этого ключа, и вы будете сразу спам попадать. А через какой-то определенный объем рассылок, который вы отправите, вас просто-напросто до конца сблокируют. Есть еще третья запись, она называется Dimark, это запись такого вида, возможно, вы с этим никогда не столкнетесь, и сейчас объясню, в общем, это запись такого вида, когда мы сразу в почтовой системе говорим, что делать с рассылками, которые не проходят дементификацию. То есть, мы их сразу убираем в какой-то там карантин, блокируем, и все дела. Почему с этим обычно не сталкивается следовой пользователь? Потому что, когда мы там регистрируемся где-то в простом Unisender, он нам дает возможность только подтвердить e-mail, а вот эти вот все ключи, он как пишет автоматически, прописывает все самое, мы это не трогаем, мы это не видим, это под капотом, но там должно быть все хорошо. И если вы увидите, что вы вдруг отправили рассылку из Unisender, она пришла внутри технических заголовок в почтовом клиенте, она пришла не от вашего домена, а там какой-нибудь точка Unisender, точка, что-то там, то потому что Unisender делает за вас автоматически, именно на этот шокеризм мы ее. В общем, про саму репутацию, как не попадать в спам. Репутация такая, ну это, во-первых, абстрактная история, потому что никто из почтовых провайдеров никуда не говорил, что на нее точно влияет, а что точно не влияет, и только каким-то методом тыка можно проверить и узнать, что происходит. У нас, по сути, есть некая репутация, как у отправителя, то есть репутация, вот есть мы, как отправитель. И у нас у этого отправителя есть, ну, технически, глобально две большие вещи, это IP, адрес, с которого мы отправляем, это домен. Каждый имеет свою репутационную какую-то цифру, ну, назовем это 100, вот в рамках 100%. Каждый раз, когда мы делаем какое-то некачественное действие в отношении отправки-рассылки, отправляем на невалидный адрес, отправляем много писем, когда до этого вообще письма не отправляли, собираем много людей, которые жмут на кнопку спам, такие действия, мы сразу эту репутацию снижаем. При этом, сейчас если как-то нарисовать по слоям, то, ну, в общем-то, убить IP-шника и репутацию своего IP-адреса, это практически невозможная история, нужно быть прям жестким спамером и делать какие-то откровенно грязные вещи, потому что массовые сервисы, ну, в том числе, как Unisender, например, они дают вам IP-адрес, на котором еще 20 клиентов работают, потому что ваш объем рассылок, один IP-адрес может много их послать, поэтому вас сажают в одном большое ведерко со всеми, а так как Unisender не может вам обещать точно, что, ну, и, в общем-то, это почтовые провайдеры все понимают, что, если вы с кем-то реально на IP-шник отправляете, то, ну, как бы вы-то не виноваты, кто-то другой может за вас что-то испортить, но там нужно очень сильно жестить, очень сильно. Домен. Вот с доменом все гораздо проще, берете базу не существующих адресов, тысячу, там, или пять тысяч, берете свой классный красивый домен, отправляете на рассылку, и больше может вам ничего не спать с этого домена. Вам придется писать в Mail.ru, говорить, что вы не хотели, и больше никогда этого делать не будете, но, в общем-то, будет. А как мы узнаем, что нас заблокировали? Сейчас скажу. Ну, обычно, как бы, показателей нет никаких, ни продажи, ни фонграйзи, и все закончится. Показали не зажал. Да. Мало того, что есть хоть некий домен, у домена репутация еще и у каждого вот этого конкретного ключа, она тоже существует. Я не знаю, как это работает, но оно там есть. Дальше у нас идет весь следующий уровень. То есть еще ниже от домена, это все, что связано с тем, от кого мы шлем, там это from.email. Это, ну, в общем, да, это from.email, там больше нет ничего. И рядом с from.email есть поле от кого, мы туда ставим какое-то название проекта или еще это имя. Туда нельзя откровенные какие-то странные слова писать, потому что это влияет просто на доставляемость. Вот. Дальше, ну, это вот как-то инфраструктура, ну, то есть это все влияет. А потом идет репутация самой рассылки, самого письма, вот этого контента, который мы отправляем. А там на это влияет все. Начиная от контента, то есть если он хороший, качественный, нормальный, экологичный. Ну, вот, если спрашивать, какой контент отправлять, то, наверное, просто экологичный ко всем людям, к миру. И самое важное, что там влияет на доставляемость, это ссылки. Ссылки там двух видов обычно. То есть это те, которые мы сами ставим. Вот, например, недавно ВК.com попал в крупный blacklist американский, и из-за этого могли у кого-то быть проблемы с таким доставляемостью. А нужны мы их делаем. То есть это ссылки, которые мы сами ставим, но это еще не только эти ссылки. У нас есть обычно, когда мы отправляем рассылку, и какой-нибудь Inisender, или LMLChimp, или сервис другой, они эту нашу ссылку еще под свою трекинговую оборачивают. И они это делают целенаправленно, чтобы мы могли потом посчитать количество переходов. И так вот эти трекинговые домены тоже бывают, что тоже имеют свою репутацию, и тоже влияют на доставляемость, могут влиять. То есть обязательно... А мы как-то на это влиять можем? Да, можно всегда попросить, например, в систему провайдера, ну, который вы покупаете на сервисе, или вы им пользуетесь, сменить его. А это делается обычно следующим образом. Вы отключаете, я сейчас объясню, вы отключаете в сервисе при запуске рассылки, при его тестах, отключаете возможность отслеживания кликов полностью, и у вас получаются ваши чистые ссылки, и вы можете съесть. Ну, в общем, дальше трекинг ведет все, что связано с контентом. Прекрасно выходит. То есть на разборках, и на количество текста, и никакой такой информации нет? Угу. Это все просто нужно тестировать. Есть такая вещь еще, как прогрев адресов, прогрев, когда мы только начинаем отправлять рассылку. У нас не было долго никакой активности с доменом, или он только новый. Вот чтобы нам с него начинать отправлять, нам не нужно убрать всю пачку базы, а там отправлять. 100 сегодня отправили, 100 e-mail отправили завтра, и каждый день отправляем там, в течение 20 дней, по 100 писем всего лишь. Потом мы берем вот эту вот тысячу, которую там отправляли, и к ним можем подмешать там еще 20 процентов, и добавить там 200 новых, 1000 старых. И как проект. Можете использовать следующий образом. То есть бывает, что мы не можем себе позволить часто людям отправлять рассылки. И вот когда мы отправили кому-то, нам на следующий день нужно взять еще 200 адресов и его отправить. И нам нужно, чтобы вы понимали, нам нужно показывать по четверку рост рассылки. Ну то есть что она растет по объему постепенно, они потом дадут возможность отправлять больше. Мы как обычно делаем, мы берем неактивную базу, ну нашу же неактивную базу, которая вообще никогда не открывала рассылки, и просто начинаем по ним отправлять. Мы понимаем, что мы конечно же жесткие спамеры из-за этого, но ничего не сделали. Ну то есть там та же самая рассылка, мы берем 1000 адресов активных, 1000 неактивных. Mail.ru понимает, что объем 2000, и как бы вот все хорошо. То есть это делается для того, чтобы все эти системы видели, что происходит прирост количества адресов, которые проводят, а почему сразу на все они отправляют? То есть это как бы такая черная метка получается? Да, наверное, даже не черная. В принципе, наверное, там сильной проблемы не будет, если у вас качественно собрана база, она чистенькая, все хорошо. Просто обычно это мониторинг у них настроен таким образом, что и это заметно, если этим заниматься. то таким образом, что если он видит, что домен новый, если вы раньше какие-то рассылки не отправлялись, то там включается маячок какой-то. Они начинают это вручную проверять, зачем вам эти проблемы. Вот это все. Но не у всех вручную, вот я знаю, что Mail.ru 24 на 7 мониторит рассылки вручную. То есть это на стороне почтовых сервисов идет как часть такой защиты? Да. Потому что спамеры что делают? Они кучу доменов регистрируют, кучу прокси, кучу всего. И в автоматическом режиме начинают просто эти домены перемешивать между собой, с айпишниками отправляют кучу всего. И это защита не от добрых людей, а от тех злых. В общем, можете записать, что обязательно хоть как-то проверить качество базы перед ее отправкой. В целом, если соблюдать правила на вручную, например, ну то есть открыть Mail.ru правила рассылок и их соблюдать, то никаких проблем обычно не бывает. А если какие-то проблемы возникают, можно всегда им написать. Они там, по крайней мере, в течение суток ответят и разберутся с вопросом, и не будет никакой проблемы. Где-то в недрах PostMaisker, я не знаю, кто-то знает, что это сервис PostMaisker? Для того, чтобы облегчить жизнь адекватным рассылщикам, сервисы и почтовые провайдеры сделали функционал, который называется PostMaisker. В нем можно зарегистрироваться, подтвердить права на свой домен, и потом мониторить все рассылки, которые с вашего домена отправляются и как они отправляются, какими аномалиями, явлениями, там показана репутация рассылки и все это. Такое есть в Mail.ru, есть у Яндекса, не знаю, сейчас возродили они это в нормальном виде, там все падало, ломалось, не хотели что-то переделать. Есть у Gmail, есть у Hotmail, есть у AOL, в общем у всех есть. Просто ключевое слово для вас, PostMaisker, это есть у всех. Там в реальном, ну не в реальном режиме, а то есть вы начнете отправлять, на следующие сутки появится статистика, и все будет отлично. Миссажер сам же будет, чтобы проверять адреса. Он проверяет адреса, но не проверяет, не следит за вашей репутацией. Он дает ваш все-таки инструментарий для взаимодействия, а это вы уже сами можете зарегистрироваться, как аккаунт, присмотреть, что там нет детальной статистики, что кому, когда отправилось, там есть детальная статистика, у Яндекса даже есть статистика по тому, сколько времени читает письмо, как его читают, там вот какие-то такие сладные данные, сколько секунд, сколько, в общем, полезных было. Ну то есть и сервис, получается, если я показал, что я честно в сайте, то они делятся со мной статистикой, свои внутренние, как ведут себя инфортируйте. Да, по вашему мнению. Да, как-то так. Есть вопросы еще по доставляемости? А еще по выбору сервиса имеет ли смысл? То есть выбирать между Сент-Кульсом и Сент-Кульсом? Или можно, если есть сайт, найти плагин, который можно прикрутить к сайту, и через сайт все дело рассылать? Я противник плагинов, потому что они не поддерживаются, то есть нет развития. Но если они поддерживаются, то хорошо, но обычно в сервисе типа Юнисендера есть какая-то уверенность, что они взаимодействуют как-то с почтовиковым, то есть они помогут разобраться, допиливаясь функционалом, можно что-то сложное сделать, что-то интересное, и от этого прицепить. Перегляните листочек, пожалуйста. Еще я хотел добавить, уточнить. Мы вопрос обращивали, что повлияет на Gmail, когда падает в папку промакция. Да. Один из способов, из тех, что Вы рекомендовали, это просто просить пользователей ручную передвигать письма из папки промакции в входящие. В общем-то, наверное, да. Это как-то влияет на то, как письма продвигают. Вы с этим работали или нет, сможете передвигаться? Мы когда-то давно просили, еще когда я на американском рынке занимался всем этим, мы просили людей добавлять нас в вайт-листы, в белые списки, в список контактов, чтобы мы точно попадали в инбокс. Оно чуть-чуть работало, а потом перестало. И мы вообще перестали что-то просить на рассылках делать людей формата, связанного с нами. Ну, то есть мы поняли, что люди не хотят это делать. Попробовать можно. А как давно это проводят? Очень давно, лет пять назад. То есть перепроверите? Ну, можно проверить. Если Вы понимаете, что у Вас лояльная, хорошая аудитория, которая читает рассылки, показатели хорошие, Вы можете по этому поводу и целое письмо отправить. Так. Вопрос следующий. Это возможно даже от одного человека все вопросы, но не все, а части. Как сегментировать базы, в которой смешались линии кони и все это и так далее. Начнем с того, что сегментировать можно даже в том случае, если мы знаем о человеке только один ММ. Мы больше ничего не знаем. Можно строить какие-то сегменты, с этими сегментами работать. И тоже достаточно вполне успешно. И сегментация, в принципе, делится на какие-то некие... Ну, можно разделить на уровни, например. Есть уровень данных, когда у нас есть уже какой-то профиль о клиенте. Он в CRM, в CRM где-то, на листочке бумаги, на анкете. Это какие-то пользовательские данные. И это первый уровень. И сюда выходят такие вещи, как пол, возраст. Вот все вот параметры, которые стандартно мы можем сказать о себе. Дата дня рождения, дата каких-то транзакций и все остальное. Сложно именно конкретно отвечать на вопрос, почему там и кони и люди. Потому что, ну, значит, как совместили и уже никак от меня сегментируешь. Но дальше, вот после уровня данных... Допустим, у нас есть только e-mail. Такое очень часто происходит, когда мы больше ничего не знаем. Ну, или там не собирали что-то. Обычно есть уровень платформы. И вот здесь можно всякие разные интересные вещи делать. Платформа изначально позволяет... Ну, и внутри как бы можно какие-то подуровы, например, выделить. Не знаю, я вот импровизирую. Смотрите, есть... У нас есть как минимум какой-то домен в рамках того e-mail, который мы собрали. Поэтому можно сразу фильтровать и сегментировать людей по домену. Так просто. Да нет, это можно сделать следующим образом. То есть нам не всегда, например, удобно ходить в постмастер, смотреть, как доставляются или какие-то аномальные вещи отслеживать. Мы знаем, например, что в gmail только в промо-акции у нас письма попадают. И нам важно смотреть, как сегменты двигаются. То есть сегмент можно строить и для того, чтобы отрублять рассылки, и чтобы внутри платформы как-то мониторить состояние этих людей, сегментов данных. То есть мы можем отфильтровать по доменным семействам эти рассылки и патчками отправлять. Например, сначала отправить одним, посмотреть, как поработать, потом другим, потом отправить на gmail. Мы делали следующий образом раньше. В Штатах с доставляемостью вообще беда. Даже если ты белый, но у тебя большие-большие объемы рассылок, тебе достаточно тяжело это проталкивать. Там есть сертификация IP-адресов внешними платформами, там сертификация домена, за которые мы платили какие-то космические деньги. И из-за этого как бы мы вроде как доставляли неплохо рассылки, но gmail как бы не сертифицировал никак было никогда и была проблема с gmail. И мы брали конкретно сегменты, выделяли те, кто на gmail, а отправляли в абсолютно другой контент, попроще, менее рекламный. И отправляли по этим людям с меньшей периодичностью рассылки и вот так работали. Если мы, например, видим, что у нас пользователи с Яндекса читают меньше, чем все остальные, то вот, пожалуйста, можем что-то использовать. Это когда вообще ничего нет. Но как только мы отправляем одну рассылку, у нас сразу все появляется и появляется в таком виде, в котором сейчас люди это даже не используют до сих пор. Я не знаю, кто это может быть из вас ведет какую-то сегментацию по активности в рассылках, но она представляет себе достаточно хороший инструмент, когда других данных нет. Это достаточно простые вещи по открытиям, переходам. И самое интересное, что когда других данных нет о покупках и всем остальном, на этих вещах можно даже построить сложные сегменты, например, как аэрофрейм, сегментацию. То есть, потому что здесь можно сегмент строить не просто кто-то не открыли одну рассылку, сменили тему письма и отправили новое письмо, а можно с этим можно пользоваться и делить и на какие-то группы. Открывали 10 дней подряд, не открывали 10 дней подряд, открывали 30 дней, не открывали 30 дней. В таком формате с ними работать. И какие-то сложные вещи уже выстраивать. Мы обычно... Ну и вся реактивация пользователей, которая происходит в e-mail-канале, она происходит только за счет первого параметра открытия. То есть, мы должны же понимать, живой там у нас человек, читает он почту или не читает, и мы с этим работаем. С открытиями есть такая штука, что... Ну, они, во-первых, всегда неправдивые, потому что где-то глючит у кого-то пиксели, которые срабатывают на открытии, что-то еще. Например, нам показывают состояние наших раз... Вот дальше мы смотрим на конверсии над донором, как они уже там платят. Фендрайзер. Почему открытие не показывает нам состояние активной базы целиком? Потому что наверняка у каждого из вас есть в почте какие-то фильтры, вы туда отфильтровываете какую-то часть почты, и она туда падает. И это здесь не отображается, то есть люди даже от вас письма получают, они видят, что даже не от вас письма получают, но просто некогда читать, и все, что мы себе сохраняем куда-то в какой-то блокнот, входит обычно куда-то... Ну, в общем, я не читаю никогда. Если сразу не прочитал, то все, забудь. И что можно здесь делать для того, чтобы с этими людьми снова работать? То есть раз там в какой-то период времени, например, в 30 дней, просто меняете from email, который вы отправляете, например. Потому что люди делают фильтры на как раз стандартные вещи, на домен, на from email, на какие-то там, кому отправили от кого, ну, какие-то такие штуки, просто поменяли домен. Ну, домен сложно было поменять, поменяли from email, там изменили вместо Anna домен на Ивана и так далее. Вот, как-то так. Это коротко про сегментацию у нас осталось 20 минут. Ну, кучу вопросов. Есть вопросы про сегменты? Я пытаюсь понять, как это нужно на практике. Вот от меня вопрос про кони люди. Ну, вот, допустим, я про сегментирую, там, открыли, не открыли, например, да?